Возможные последствия продовольственного эмбарго обсуждали сегодня на первом седании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка, которое провел премьер-министр Чуваши Иван Моторин. О том, как защитить рынок от запрещенной продукции и не допустить дефицита продуктов, в нашем первом репортаже. Введение санкций для всех сторон не останется без последствий. Слишком много узлов завязано на импорте и экспорте, и слишком мало времени прошло, чтобы отечественные производители успели перестроиться. Так что от шапкозакидательских порывов лучше воздержаться. Но и в панику впадать нет повода. Сегодня торговые точки федеральных и локальных сетей и рынки регулярно проверяются на предмет повышения цен и наличия товаров. Речь идет о 40 позициях из списка социально значимых. В августе достаточно стабильно, вне зависимости от введенных санкций, мы достаточно стабильно себя чувствуем в плане роста цен. Поэтому, если не замечать, на продовольственном товаре у нас, наоборот, дефляция сегодня происходит, снижение цен. На всю практически плодовочную продукцию, у нас на всю плодовочную продукцию в августе месяц зафиксировано снижение цен. Ну, традиционное снижение. Кроме того, стабильные цены остались также. На такие продукты питания, как молоко, масло, сливочное, сметана, колбаса вареная, полукопченая, хлеббулочные изделия, сахар, чай и так далее. Ну, вместе с тем произошло увеличение цены на говядину и хлеб из ржаной муки и смесь ржаной пшеничной муки. А также на кур охлажденную мороженую, рыбу мороженую, творог жирный. По словам представителей торговых сетей, сейчас идет перераспределение потоков. Импортные фрукты и овощи замещаются товарами из стран бывшего СНГ, Турции и Египта. Председатель правительства поручил держать этот вопрос на контроле. Чтобы, когда пик продажи местной сельхозпродукции спадет, мы бы не остались, например, без мандаринов на Новый год. Параллельно вскрылась еще одна проблема уже по линии общепита. Во многих ресторанах та же рыба, она присутствует, норвежская. Она там в замороженном виде продается. Мне все оказалось, что все-таки они бы охлажденным ее должны использовать. А охлажденка, наверное, уже должна все-таки исчезнуть. Что касается требований, предъявляемых по линии продовольственной безопасности, сельхозтоваропроизводители Чувашии в состоянии удовлетворить потребности населения во всех продуктах, за исключением говядины. По продовольственной безопасности у нас по этому году мы должны произвести 500 тысяч тонн зерновых. В принципе, у нас задача выполнимая. Кроме этого, значит, по производству овощей 140 тысяч тонн, она тоже, в принципе, выполнена. По картуфелю здесь у нас, конечно, идет перевыполнение 633 тысячи, то, что мы наметили по этому году. Но по молоку на потребление на душу населения мы, значит, производим на одного, скажем, жителя Республики, порядка 340 литров молока, но при норме 330. Здесь по основным лигам продукции, по сельскохозяйственным мы, конечно, закрываем. У таможни свои задачи. Уже были попытки так называемого реэкспорта, когда продукция из стран приверженит санкций, ввозится в нейтральную страну, а оттуда в Россию. Кроме того, необходимо строго отслеживать товары замещения. Например, под видом ввоза мяса барана или мяса лошадей могут пытаться ввести включенные в перечень мясо крупного рогатого скота или свинину. Либо под видом маргарина, мороженого или воды будут пытаться ввести молоко или молочную продукцию. Председатель правительства поручил членам оперативного штаба организовать работу по максимальному обеспечению всех бюджетных учреждений Республики плодовощной продукцией, а также по ее долгосрочному хранению. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.